ДТП Такие приспособления выдерживают вес гораздо больше человеческого. Приподнимают плиты, помогают проникнуть в машину при ДТП, разрезают арматуру. На штабной тренировке по гражданской обороне аварийно-спасательные гидравлические инструменты могли не только увидеть, но и подержать в руках все желающие. И спасатели показывают жителям Одинцовского городского округа свои возможности, что они могут делать, на каких черчайных ситуациях они могут работать, как они помогают людям. Эти ребята всегда на страже. Они знают, что нужно делать в экстренных ситуациях, поэтому готовы к ним заранее. Носилки медицинские, пострадавшего так или иначе в любом состоянии нужно транспортировать ближайшие каретки скорой помощи, либо же до перевалочного пункта. И нам это помогает. В альтернативу гибких медицинских насилов у нас есть большой спинальный щит, он более плотный. Уровень подготовки спецслужб округа проверили накануне Дня гражданской обороны. В рамках штабной тренировки развернули сразу два пункта – управление в полевых условиях и для проведения эвакуационных мероприятий. По результатам штабной тренировки, если есть какие-то, допустим, изменения в сроках выполнения, то вносят соответствующие изменения в план гражданской обороны, защиты населения городского округа. Так совершенствуются знания и навыки руководящего состава экстренных служб. Проверяется готовность их сил и средств к чрезвычайным ситуациям. А жители узнают, как надо вести себя в экстренных случаях и знакомятся с теми, кто отвечает за их безопасность. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».